АВИАЦИОННЫЙ УНИВЕГАЦИИ Ну, АВИАЦИОННЫЙ УНИВЕГАЦИИ В принципе, это комплексное уже высшее учебное заведение. Одно из ведущих в нашей стране, также оно очень известно за рубежом. Специализируется он не только, не исключительно на авиационных специальностях. Сейчас специальности у нас вообще там широкий профиль от айтишных специальностей, от технических, посвященных обслуживанию воздушных судов, аэронавигационному управлению, управлению воздушным движением, авионики. Также это и специальности уже направленные на обеспечение той же авиационной промышленности и вообще жизнедеятельности государства. Это такие как экономика, менеджмент, право. То есть более такие, как мы их иногда называем, гуманитарные специальности? Да, но без них все равно университет классический не может существовать. Понятно. Хорошо. Роман Сергеевич, вот смотрите, а вот для института аэронавигации, вот все специальности на кафедрах нацелены исключительно на обслуживание авиационного транспорта? Или есть что-то, что может использоваться, скажем так, в гражданских целях? Ну, к сожалению, авиация у нас уже не так развита, как была раньше. Поэтому мы стараемся перепрофилировать наше направление не только для использования в гражданской авиации, либо в военной, но также для использования для мирных целей, так сказать. Одним из важных направлений сейчас является у нас, конечно, подготовка специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами. Также в рамках этой специальности у нас открыта подготовка, как оно на украинском звучит, фахивец с IT-технологией. То есть это классический IT-шник, который обслуживает ту или иную отрасль, правильно? Ну, он не классический IT-шник, он обслуживает узкоспециализированную отрасль, связанную с управлением воздушного движения, но имеет навыки и знания, которые может применять везде в IT по всем мире. То есть такой широкий профиль. Широкий профиль, да. Это связано с тем, что, вот я же говорю, авиационная промышленность у нас уже, к сожалению, не очень развита. Это связано там с рядом причин, не будем уже их называть. Поэтому перепрофилирование наших дисциплин, наших специальностей с этим и связано. Понятно. Хорошо. А вот мне всегда интересно было, у нас есть такие специальности, мы смотрели в анонсах, что есть телекоммуникации и системные инженеры. Вот кого они готовят? Могут ли специалисты после этих направлений идти работать, допустим, в Киевстар, Лайф и так далее? Ну, давайте разделим, да, вопрос на две части. То есть системная инженерия – это вообще узкая направленность. Да, то есть те, которые исключительно обслуживают какие-то… Ну, системная инженерия, оно более широко, чем программная инженерия. То есть мы как абитуриентам рассказываем про эту специальность. Программная инженерия вы умеете там программировать, писать программы, коды набирать, я не знаю, несколько языков программирования знаете. Системная инженерия, она позволяет применять те же вот эти программные средства, но для управления сложными системами, сложными организационными системами, различными комплексами, как в авиации, так и в принципе, в гражданской жизни. По поводу телекоммуникации я вам скажу, что наибольшими, вот такими самыми крупными игроками на рынке, куда могут устраиваться наши специалисты по окончанию нашего вуза, это как раз и являются сотовые операторы. Там и деньги платят, и в принципе, карьерный рост, то есть есть возможность для саморазвития, для достижения целей, которые ставят для себя наши выпускники в начале своего карьерного пути. К примеру, сейчас мы участвуем в нескольких проектах от тех же сотовых операторов, это и Jump to Life программа, и программа от МТС «Профессионалы будущего», где вот в последнем году мы взяли номинацию «Самый инновационный проект». То есть в принципе, да, мы готовим и ориентируем тоже на эту отрасль. Тем более 3G развивается, сейчас у нас внедрение 3G, со временем, ну, планируется к 17-му году обещать нам 4G, да, МТС. Поэтому работы будет море для наших выпускников, поэтому будем ориентироваться в частности и на сотовые операторы. Понятно. Хорошо, Раван Сергеевич, смотрите. Часто бывает, что к нам вот в учебный центр или на портал ITVDN приходят студенты, которые зачастую учатся на, как мы привыкли называть, технических специальностях, института аэро-навигации не исключение, и изучают языки программирования. Да, мы понимаем, что есть базовый курс информатики, программирования микроконтроллеров и так далее, которые дают вот хороший фундаментальный такой срез знаний, они действительно приходят хорошо подготовлены. Но почему многие студенты пытаются изучать что-то очень прикладное, что-то очень узкое? Неужели вот существует такой большой спрос на программирование, на создание каких-то решений программных именно во всех сферах? Или используют готовые решения и только дорабатывают? Ну, вызвана эта рынка, наверное, в первую очередь. Все знают, это ни для кого не секрет, такие специалисты у нас в стране, в частности, мы говорим о нашей стране, они получают самые высокие зарплаты. Это программисты. То есть они просто учат в университете какую-то предметную область, если это телекоммуникации, то это телекоммуникации, к примеру. Потом получают дополнительное, исключительно программирование образования или обучение, и потом идут в компанию, допустим, тот же сотовый оператор, но обслуживают именно вот такого вот игрока, потому что знают, как это работает, да? Да. Зачастую это так происходит. Посмотрите, если чистый программист, он умеет программировать, но он не знает там тонкости работы того же оборудования. Мы общаемся с людьми, которые тоже наши выпускники, наши уже вуза, они работают там в ведущих производителях, вендорах. А какие, если назовете? Я так сейчас не скажу сразу, но вот мы с ними общались, и он говорит, к нему приходят выпускники, ну не нашего вуза, там разных вузов, и он просит их показать схемотехнику. То есть, как работает там тот же контроллер, как работает микроконтроллер, как там транзистор работает, грубо говоря, в той схеме. С пониманием этого, с пониманием физики процесса, программист просто по-другому работает. Это на более высокий уровень выходит. Понятно. То есть, без знания, вот АЗО, даже той же физики, не получится достигнуть высоких результатов. То есть, это будет не программист, по сути, а кодер, который может написать код. Да, которому нужно на листочке написать алгоритм. По какому-то алгоритму, который ему кто-то составил. Понятно. То есть, если, чтобы так прояснить ситуацию, если человек получает классическое образование в классическом университете в одной предметной области, накладывает на него обучение в профильных учебных центрах, получает знания каких-то технологий, он выходит таким разработчиком законченного цикла. То есть, он может понять, как работает проблема или какой-то ресурс, что нужно для решения той или иной задачи, и непосредственно может ее создать. Да, совершенно верно. Хорошо. А как в университете сейчас поддерживаются студенческие движения? Мы часто сталкиваемся, что студенты участвуют на разного рода хакатонах, олимпиадах и так далее. Существуют какие-то межуниверситетские объединения, которые позволяют всех таких активных студентов собирать в одном месте и с ними заниматься? Ну, я вам скажу, что есть множество уже, кстати, к студенческой науке большое внимание сейчас уделяется, как в вузах, во многих вузах нашей страны, это и КПИ Политех, и Львовская Политехника, в частности, это и наш вуз. Есть множество стартапов, студенты сами запускают, создают свои студенческие движения по продвижению каких-то научных продуктов, разработок. То есть, для них это интересно. У нас в университете, мы не стали тоже исключением, у нас тоже стартовал такой проект, участвовали мы в конкурсе от Нескафе, там как-то Нескафе Айдея, я не помню точно, как называется. Был проект, который туда мы представляли, к сожалению, там не набрал он достаточное количество голосов, но при поддержке руководства нашего вуза мы будем стараться развивать это для наших же студентов, потому что мы в первую очередь в том заинтересованы, чтобы они не только изучали те дисциплины, там сухие, не сухие, но еще могли их применить в предметной области, в научных целях. Мы сейчас должны поднимать науку в нашей стране. Это очень правильно, да, согласен. Я думаю, что если у вас будут какие-то потребности в узком техническом фундаменте для таких ребят, мы с радостью будем партнерами. Еще вот такой вот краткий вопрос напоследок. Что порекомендуете студенту, который учится еще на младших курсах, который еще не видит себя в конце, вот после пятого курса магистратуры, кем он будет, на что обратить внимание? Как учиться, какие вот золотые правила для него? Золотыми правилами должны быть следующие. Он должен учиться, никогда не останавливаться на своем жизненном пути, поскольку те, кто развиваются, они учатся. Исключительно учеба, труд, усидчивость. И желание, наверное. И желание, наверное, учиться все-таки. Ну, учиться, учиться, еще раз учиться. Понятно. Хорошо. Ну, также немаловажно, вот вы говорите на младших курсах, но есть проблема еще до младших курсов. То есть у нас мы набираем в ВУЗы неподготовленных людей, которые не факт, что будут учиться именно на той специальности. Вернее, там далеко не факт, там, я не знаю, 15% только устраиваются по специальности, потому что, не потому что они получили плохое образование, а потому что они к этому не склонны. То есть тут еще надо заниматься, идти вглубь этой проблемы, надо заниматься профориентацией на уровне страны. То есть еще когда они школьники? Да, нам надо рассказывать им, показывать, какие есть возможности, какие специальности, и они должны идти туда, там, где им будет нравиться, там, где им будет комфортно. Хорошо. Я думаю, для этого мы еще отдельно попробуем взять у вас интервью вместе с проектом Lobbytex. Они как раз занимаются тем, что готовят специалистов, еще начиная со школы, они проводят эти частные профориентации, рассказывают, какая специальность, что в себе содержит, кем выходит этот специалист, кем он работает, и что нужно для этого знать. Но я думаю, это уже тема другого интервью. А сегодня я напоминаю, у нас был Адарченко Роман Сергеевич, замдиректора Института аэронавигации Авиационного университета Украины. Спасибо. Спасибо. Спасибо.